Кедры любят влажность Кедры набираются сил, затем переезжают из офиса на грядки, так сказать, в естественную среду. Временная прописка – Марпасадский район. Первые семена Валерий посадил в 2010 году. Засеял ровно 10 грядок. Посаженные орешки всходили, и это было настоящее чудо. Росток распрямлялся, сбрасывал себя с корлупу, медленно превращался в крошечную пальмочку. Начинали мы с 10 грядок, и на сегодня здесь 26 грядок 10-метровых. Один или два сезона вообще не было ни одного всхода. Вообще не было. Вот так посеешь ведро, переходишь, ждешь, грядка пустая. Ждешь, ждешь, ну может один-два там проклюнется. Потом смотришь, одни скорлупки пустые. Тут съел, значит, скорлупки. Не знаю, кто их. Мыши? Я так думаю. За каждым саженцем Валерий ухаживает, как за маленьким ребенком. Школой терпения называют лесоводу выращивания кедра сибирского. Терпению Валерию, как оказалось, не занимать. Каждые выходные он приезжает на свою дачу. Весь день проводит на грядках. Все выходные. Прополоть, полить, закрыть, открыть, закрыть, прополоть, полить. Алгоритм простой. Полив занимает около трех часов, а чтобы прополоть всего четыре грядки, уходит целый день. Порой опускаются руки, признается Валерий, но в самые сложные минуты. Рядом друзья и знакомые, которым не безразличен этот проект. Кстати, именно всех своих помощников Валерий заносит на своеобразную доску почета. Все-таки есть у меня единомышленники, которые и поддерживают меня, потому что, ну, бывает, иногда опускаются руки, правда, думаешь, ну и... Они говорят, ну нет, давай-ка, иди. Да, и подталкивают меня. Вот людей не хватает. Очень хочется привлечь, кто кому-то интересно, поучаствовать в этом проекте, ну, кстати, шагнуть, я считаю, сделать шаг в вечность. Отступить от намеченной цели Валерию не позволяет и давняя мечта. С детства была мечта побывать в кедровом лесе. Почему? Не знаю, она у меня сидела, это мечта. Я так помню, когда в армии слежил, в Сибири, думаю, может, не случайно меня в Сибири армия туда и закинуло, чтобы я увидел вот эти все кедровые леса. Но там я кедровых лесов так и не увидел, хотя где-то далеко они там росли и очень много. А увлечение, между тем, набирает силу. Масштабность посадок все увеличивается. Пока в разных районах столицы Чувашия растут около тысячи кедров. Весной этого года еще несколько сот хвойных саженцев переселились в город. Ребята из Чебоксарской школы номер 61 взяли шефство над трехлетними посадками. Кедр, мне кажется, он очень красиво выглядит. Мне очень нравятся хвойные деревья. А еще через 40 лет, когда я подрасту, я приду сюда и буду говорить. Вот этот кедр я посадила. И буду гордиться этим. Для того, чтобы саженец прижился, нужно создать ему условия. Если почва глинистая, как здесь, то придется внести небольшое количество речного песка, подготовить плодородную землю. Вот видите, земля очень плохая. И чтобы создать условия для будущего роста, ну, выкопать надо, ну, хотя бы вот такого, такой площади ямку и достаточно глубокую, сантиметров на 50-60. Три часа работы. И вот еще 15 вечно зеленых сибирских красавцев получили городскую прописку. Эти ребята понимают, теперь они и только они в ответе за те кедры, которые посадили. Каждый из них стал хранителем своего дерева. Вика, я тебя поздравляю. А вообще аплодисменты. Молодец. А Валерий Петров надеется, что 10-летние мальчишки и девчонки сумеют со временем понять его философию жизни, стать добрее и внимательнее к природе. Когда ты живешь для других, это гораздо вкуснее жить, чем живешь для себя. Но это моя философия. Своим примером Валерий доказывает, что каждый из нас может внести посильный вклад в процветание нашего родного края. Лет через 20 в Чебоксарах поднимутся стройные могучие кедры. И имя Валерия Петрова добрым словом будет вспоминать не одно поколение чебоксарцев. Субтитры создавал DimaTorzok